Минуту полежали на солнце и расстыли. Да! Превратились вот в такие 16 пятых. Личная жизнь популярных творческих людей вызывает неподдельный интерес у почитателей их таланта. Не прошла мимо внимания зрителей и история семейной жизни двух звезд Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко. И хоть этот брак просуществовал только три года. Что же случилось между супругами? Почему Людмила Марковна так и не простила Иосифа? Судьбе было угодно свести этих двух людей. Их встреча состоялась на показе картины «Шербурские зонтики». После просмотра Кобзон уехал, но уже утром позвонил Люся из Ленинграда. Между ними вначале завязался телефонный роман. По словам Иосифа Давыдовича, он поддержал женщину в трудный для нее час. В кино актрису приглашали редко, на театральные подмостки тоже. Людмила пережила три развода и одна воспитывала дочь. В 1967 году актриса и певец расписались. Жить они стали в Москве, в квартире Людмилы. Вот тут супругам и довелось столкнуться с суровыми реалиями семейной жизни. Кобзон ожидал увидеть в своей избраннице кроткую домашнюю женщину, которая будет заниматься домом и семьей. Однако Людмила была не из таких. Она, как и супруг, любила командовать, делать все по-своему, проявлять характер. Кобзон ревновал свою жену-кокетку к ее коллегам. Но когда Люси видела, как он засматривается на других женщин, ревность становилась чувством обоюдным. Гурченко хотела переделать супруга. Разумеется, это было практически невозможно. К тому же Иосиф умело подкупал ее бдительность подарками и сюрпризами. Женщина поняла, что муж ей неверен. Безумная любовь стала тихо превращаться в ненависть. Уезжая на гастроли в очередной раз, Люся попросила свою близкую подругу Таню Бестаеву присмотреть за Машей и Иосифом в ее отсутствие. Могла ли тогда Людмила предугадать, чем закончится эта история? Вернувшись с гастроли, Гурченко узнала всю правду об измене двух близких ей людей. А любовники даже не стали скрывать своих отношений. Продолжение следует...